Приветствую вас. Для начала надо сказать, что есть прямая связь между тем, что вы боитесь его спугнуть, и тем, что ваше общение, оно протекает по телефону. Есть прямая связь между этими вещами, дело в том, что общение по телефону можно считать, ну вот, то, что вы общаетесь только по телефону, можно считать общением виртуальным, то есть, ненастоящим, то есть, нереальным, да, вот, а отношения сами можно считать на расстоянии, то есть, опять же, не совсем понятно в отношениях ли вы. То есть, ну, вы общаетесь, он вас поздравляет, вы почему-то никогда первым не пишете, при этом вы хотите знать, нравится ли вы ему, вот. Говорите, что он вам очень нравится, но, опять же, сами при этом никогда первым не пишете, это странно, как минимум. Вот, то есть, может быть, он вам потому и так редко звонит, что вы, он сами никогда первой инициативы не проявляете, вот. Это вот такой момент. То есть, ваши страйки прямо связаны с тем, что вы изначально выбираете для себя такой вот достаточно безопасный способ взаимодействия с мужчиной. Соответственно, нужно здесь разобраться с тем, как связано с тем, что он вам нравится. Вы говорите, что мне мужчина нравится, вы говорите, что... Вы говорите, что... Я знаю, что это человек... А, ну... Вас... Вас привлекает, да? Но, при этом, вы боитесь его потеряться, боитесь его спугнуть. Ммм... Возникает вопрос... Такой... Вопрос... Как, или может быть зачем, связана ваша симпатия, то есть как выражается ваша симпатия, с чем она проявляется, что она из себя представляла, именно ваша симпатия. Это важно, на что она нацелена, на что она направлена. Нацелена ли она, например, на мужчину, или в большей степени нацелена на вас, на то, чего хотите вы, на то, в чем, например, нуждаетесь вы. То есть это очень важный момент, на мой взгляд, очень важный момент, чтобы вы как-то вот с этим определились. Чтобы вы как-то вот это для себя более точно откорректировали. Мне кажется, это важно. И когда вы разберетесь со своими потребностями? потребностями, когда вы разберетесь с тем, чего хотите, когда начнете отделять то, что вы хотите от того, что вы хотите, например, для молодого человека. Да? Так будет гораздо проще. Следующий момент касается, собственно, вашего вопроса. Как мне узнать, нравится ли я мужчине? Вот то, что мне хочется вас спросить, а зачем? Для чего вам знать, нравится ли вы ему или нет? Вы же сами ему не признаетесь? Уааааа. Семпат, я так понимаю. Но при этом, хотите знать, нравится ли ему вы? Мне кажется, что здесь позиция не совсем такая корректная, не совсем однозначно. Тем не менее, я думаю, что в любом случае, вам с теми моментами, на которые я указал, да, с теми моментами нужно поработать, потому что это мешает вам. в какой-то степени быть может быть естественным. Вот. Я бы так сказал. Я бы так сказал. А вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Вот. То, как, как, могу вам ответить. В этом все. Желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.